На полу новая разметка, все покрашено. Стараемся для таких массовых мероприятий украшать. А их здесь бывает много. Спортзал пятой школы в областной столице часто используется не только для уроков, но и как база для городских спортивных событий. Поэтому его тем более важно держать в порядке. Проведен в школе косметический ремонт в кабинетах. Работы здесь начались рано, в июне, сразу после окончания ЕГЭ. Акт приемки подписали уже 30 июня. Школа имеет возможность выбрать дату приемки школы, либо в августе, либо в конце июня. Мы уже третий, если не ошибаюсь, год выбираем именно конец июня. Это позволяет спокойно готовиться к новому учебному году. Без каких-то таких серьезных ремонтов, что могло бы помешать уже в августе быть готовыми. Самое главное, что сделано за эти каникулы – ремонт крыши над столовой и ограждения вокруг школы. На него ушло более полутора миллионов рублей. Оно обязательно по требованиям безопасности. А эта школа находится в поселке Сосновка Вологодского района. Здесь также пахнет свежей краской, все сияет чистотой. 16 учеников сядут за эти парты впервые. Для них уже разложены и подготовлены стопки учебников. Ученики школы у нас на 100% обеспечены учебниками. А еще постепенно заменяют старые окна на современные пластиковые. Например, в одном из кабинетов русского языка и литературы такая возможность стала приятным сюрпризом. Преподаватель подготовила ученицу к высшему результату на ЕГЭ. Благодаря этому муниципалитет выделил школе 100 тысяч рублей дополнительно на ремонт кабинета. В Сосновской школе акт приемки подписали в начале августа без замечаний. Было выделено порядка 680 тысяч рублей из районного бюджета и внебюджетных средств. В первую очередь в школе заменен линолеум в коридорах, особенно на втором этаже и холл, и полностью весь коридор поменен. Поменен линолеум в кабинетах, кабинет русского языка, кабинет биологии, кабинет информатики. Итак, полностью готовы, рассказывают в департаменте образования все учебные заведения области. Приемка завершилась накануне. Готовность к 1 сентября и безопасность для детей оценивали представители надзорных органов и общественность. Проверили около 900 учреждений, не только школы, но и детские сады, организации доп. образования, учреждения среднего профессионального образования. В этом году на подготовку всех образовательных организаций было выделено 260 миллионов рублей. Это как уровень областного бюджета, так же и муниципальные бюджеты. Из этой суммы более 100 миллионов рублей направлено на закупку учебников нашей школы. И к 1 сентября учебники должны быть в полном объеме поставлены. В общей сложности 1 сентября школа откроет свои двери для 131 тысячи ребят. Это число выросло на 2 тысячи по сравнению с прошлым годом. Около 15 тысяч из них отправятся первый раз в первый класс. Татьяна Колосова, Василий Попурин. Время новостей.